Здравствуйте! Полная аудиокнига доступна по ссылке в описании, а по второй ссылке мы можем поговорить на самые запретные темы. Просто оставь свой телефон, и я перезвоню для приватного разговора. Нет, всё устроено как-то иначе. В том, что под обломками совка выжили древние псоглавцы, какой-то совсем иной смысл. Хотя всё равно жуткий. Наблюдательная вышка оказалась квадратной деревянной башней высотой с четырёхэтажный дом. Снаружи она была обита досками. Для устойчивости её пристроили к торцу большого сарая, скорее всего, ангара. «Вот посмотрю на горящий карьер сверху и сразу уберусь отсюда», — сказал себе Кирилл, огибая валявшуюся на пути огромную катушку для электрокабеля. На нижнем ярусе вышки была дверь. Кирилл вошёл и оказался в узком и высоком помещении с земляным полом, дощатыми стенами и потолком. Доски были наколочены тяп-ляп, и потому сквозь щели всё было освещено так, что никаких окошек и не требовалось. Другая дверь по левую руку вела в сарай, чтобы из сарая можно было подняться на вышку, не выходя на улицу. Эта дверь была прикрыта, и Кирилл не стал проверять, забита она гвоздями или нет. Потолок находился на уровне пола третьего этажа, на уровне чердака в сарае. Видимо, он разделял башню по высоте пополам. В потолочный люк вела массивная приставная лестница с грязными перекладинами ступеньками. Кирилл пошатал её, лестница казалась крепкой. Высоты Кирилл не боялся. Точнее, конечно, боялся, но не настолько, чтобы терять самообладание. Прошлым летом он всё хотел съездить в Тушино, поучиться прыгать с парашютом, но одолела лень. Впрочем, сейчас парашют у него всё равно не имелось, и навык бы не пригодился. Кирилл осторожно полез наверх. Лестница играла под руками и ногами и ощутимо прогибалась. Кирилл понял, что главная опасность при таком подъёме заключается не в том, что лестница сломается или упадёт, а в том, что она, стоя, перевернётся вниз грузом, то есть вниз им, Кириллом, и он попросту сорвёт с лестницы, как с лошади. Он благополучно добрался до потолка, пролез в люк и оказался на втором ярусе вышки. Здесь всё было почти так же, как и внизу, только пол неземляной. Пустое светло, дощатые щелястые стенки без окон, слева снова закрытая дверь, теперь уже на чердак сарая, потолок — верхний помост вышки, и в люке белело небо. Кирилл принялся вытаскивать тяжёлую лестницу из люка в полу, чтобы подставить её к люку в потолке. Лестница цеплялась за края проёма торчащими концами ступенек. Кирилл намучился, пока воеволок всю эту бандуру. Он просунул верхний конец лестницы в верхний люк и упёр нижний конец в брус, специально для этого приколоченный к полу. Теперь можно было подниматься дальше. Внутри башни было затхло, пахло пылью и старой древесиной. Едва Кирилл высунул голову из верхнего люка, его обдало ветерком и горечью торфяной гаре, и всё равно дышалось тут легче. Кирилл встал на помосте в полный рост и огляделся. Он думал, что с вышки увидит всё пространство карьеров, но забыл про мглу. Сверху карьеры и вправду просматривались довольно далеко, однако торфяные разрезы оказались куда обширнее, чем поле зрения. Кирилл подошёл к доскам ограды. Горящий котлован находился где-то в полукилометре от вышки. В берёзом тумане чернёл ровный край плоской выработки. Открытого огня там не было. Вся выработка тихо курилась рваными серыми дымами, словно остывающая лава. Кирилл представил, какой там жар, как в печке-микроволновке. Всё, что попадает туда, не вспыхивает, а обугливается и стлевает изнутри. Не приведи, Боже, угодить туда человеку. Кирилл вспомнил, как он метался в дренажной канаве. А если бы канава горела, если бы пожар пожирал землю под ногами, стенки траншеи, землю вокруг траншеи, как выбраться? По раскалённому борту рва не вскарабкаешься? Прыгнуть на край обрыва, как прыгнул он, всё равно что упасть на сковородку? В горящем котловане гибель. Куда более мучительная, чем на костре инквизиции. Здесь не умрёшь от болевого шока через несколько секунд. Здесь, корчься, хрипя, медленно зажаришься, пройдя через все страдания до самого предела. Смерть на пытке. А труп ещё будет дёргаться, как живой, допекаясь, пока мясо и хрящи не станут комьями сажи на закопчённых костях. Но и кости ещё не сразу превратятся в пепел. А может, человеческое тело в горящем торфеном котловане самовозгорается? Кирилл видел по ТВ документальные исследования про феномен самовозгорания. Это по каким-то химическим причинам вспыхивает сало или жир. От торфа загорится одежда, от неё ляжки задницы и брюхо. Человек горит, как буратино, остаётся только выжженный изнутри горшок черепа руки и ступни. Кирилл замотал головой, отгоняя эти кошмары. Он стал рассматривать окрестности. Сверху было видно, что над простором торфоразработок гулял порывистый ветер. Он шевелил и перемешивал дым пожара, отбеливая его до мглы. По земляной дороге к городку бежали два пыльных вихря. Можно было подумать, что это какие-то живые существа, оборотни. Но ветер время от времени ронял их, они рассыпались, и становилось ясно, что это лишь торфяной прах. Ветер унёс его куда-то в закоулке городка. Вокруг вышки и построек раскинулись, тая во мгле, гряды буртов и котлованы, широкие, плоские, словно миски кюветы. В одном из котлованов Кирилл увидел остов экскаватора, в других волнами лежали волки из торфяных брикетов, их не успели сгрести в бурты. Пройдёт двадцать лет, и бурты станут низкими холмами, рвыложбинками, котлованы впадинами, натечёт вода, образуется болото, вырастут деревца, и ещё через полвека ничего не будет напоминать о карьерах. На горячем ржавом железе экскаваторного ковша будут прыгать лягушки, а случайный турист удивится, каким образом и за каким чёртом предки затащили в болото эту тяжеленную фиговину. Неподалёку от вышки Кирилл заметил узкоколейку. Значит, сюда можно подъехать на дрезине, а он, дурак, шёл пешком. Да и ладно. Внизу темнели дырявые крыши сараев, весь городок был как на ладони. Здесь не псоглавцев надо ловить, а играть в пейнтбол. Кирилл привык к тишине, которую нарушал только он сам, но вдруг откуда-то снизу донёсся отчётливый, недвусмысленный скрежет закосневших дверных петель. Нет, под ветром дверь зазвучала бы не так, она бы скрипнула виновата, неуверенно, приглушённо. А сейчас кто-то спокойный, по-хозяйски, открыл её на весь размах. Кирилл тотчас вспомнил, что ветер прогнал по дороге и замёл в городок два пылевых вихря. Нет, сколько ни отмахиваясь от мороков собственного воображения, не помогает слишком тут всё зловеще. Страх рождается сам, как испарение на болоте. Кирилл опустился на колени перед люком в помосте и глянул вниз. Через проём верхнего люка можно было видеть только второй ярус вышки. Что происходит на первом, неизвестно. Нижний люк насквозь не просматривался. Однако Кирилл слышал шаги, потом ещё раз скрипнула дверь, потом раздался совсем непонятный звук, вроде рычания. Может, это всё-таки Лиза ищет его на вышке. Но Лиза не рычит, как зверь. И Лиза наверняка знает, что рядом есть узкоколейка и не придёт сюда пешком. Кирилл оглянулся. Дрезины на узкоколейке не было. И ещё Лиза не стала бы ходить просто так и скрипеть дверью. Она не может кричать, а потому привлекла бы внимание Кирилла каким-нибудь шумом, погремела бы досками, железяками, а те, кто ходил внизу, не шумели, хоть и не таились. Кто мог в это время оказаться здесь, возле вышки? Деревенским и вышке делать нечего. Бурты с брикетами есть и поближе. Да и жители Калитина не потащатся на карьеры пешком, когда есть дрезина Мурыгина. Значит, это кто-то другой. Кто? Кто? Псоглавцы? Он, Кирилл, вторгся на чужую территорию, в чужую жизнь. Он полчаса торчал на вышке на виду всех карьеров. Мало ли что он мог заметить. Он угроза, а угрозу надо устранить. Кирилл понял, что те, кто внизу, решают, как им забраться на второй ярус вышки без лестницы. Наверное, они, которые сейчас внизу, не знают, что с чердака сарая тоже имеется проход на второй ярус. А оттуда путь наверх к Кириллу открыт. Что делать? Кирилл уже не пытался убедить себя, что внизу не псоглавцы, а просто случайные люди или даже все-таки Лиза. Что ему делать? Можно вытащить лестницу наверх. Тогда к нему точно никто не заберется, но и он будет отрезан от путей бегства. Псоглавцы просто дождутся его капитуляции через день, через два, или подожгут вышку, если они люди, а не животные. Кто обратит внимание на новый пожар в карьерах? Можно спуститься по наружной стороне вышки, цепляясь за щелью между досками. Вариант? Нет, не вариант. Его увидят сквозь щели. На нижнем ярусе опять заскрепила дверь. Что там происходит? Псоглавцы пошли в сарай, чтобы забраться на чердак и там поискать проход на второй ярус. Кирилл мгновенно понял, как ему надо поступить. Пока псоглавцы в сарае карабкаются на чердак, он должен спуститься на первый ярус и убежать. Кирилл без колебаний полез в люк. Он соскочил на несколько ступенек и из-под потолка глянулся вниз. Второй ярус пока был пуст. Дверь на чердак, как и прежде, закрыта. Кирилл ссыпался на пол и кинулся к другому люку. Упал на четвереньки и сунул голову в проем, чтобы осмотреться. Первый ярус тоже был пуст. Переставить лестницу не хватало времени. Псоглавцы, наверное, уже идут по чердаку к дверке на второй ярус. Надо прыгать. Конечно, высоко. Но если он повиснет на руках, сгруппируется... Кирилл спустил ноги в проем и лег животом на край люка. Только бы не сорваться. Хорошо, что не видно, какая высота. Кирилл осторожно сползал в люк, цепляясь пальцами за доски. У него было ощущение, что собственная тяжесть тянет его вниз за ноги. Он совсем уже висел, касаясь подбородком края люка, словно провалился в полынью и хватался за лед. Прямо перед глазами была дверь на чердак. Диверь дрогнула и начала открываться, заскрипев так оглушительно и страшно, будто некая сила с треском отдирала вышку от сарая. Кирилл расслабил пальцы и ухнул в пустоту. В полете он рефлекторно подобрался, по кошачьи выставил руки и ноги, а потом его могуче ударило земляным полом по носкам и ладоням, затем по коленям и локтям, потом в лоб. Ему показалось, что его голова по плечи воткнулась в землю, и мгновенно кончились и воздух, и свет. Мир возвращался медленно, словно вытаивал из темноты. Кирилл почувствовал под щекой шершавую землю, потом что-то загудело, потом Кирилл осознал свое тело и себя самого. Он лежал на полу нижнего яруса вышки, что стояло посреди заброшенных торфяных карьеров. Лежал там, куда упал. Кирилл медленно открыл глаза. Рядом с его лицом на земле стояли пыльные, зеленые, резиновые сапоги. Сапоги Лизы. Над ним стоит Лиза. Но почему она не присядет на корточки, не потормошит его, не проверит, жив ли он? Почему она просто стоит и ждет? Не двигая головой, Кирилл скосил глаза наверх, взгляд скользнул по голенищам сапог, по брюкам Лизы, по рубашке в синюю полоску. А вдруг там дальше — голова собаки. Вдруг Лиза — оборотень, соглавец. Вдруг он увидит одежду и тело Лизы на башку зверя. И едва он увидит все это, зверь бросится на него. Уже ничего не изменить. Если Лиза — чудовище, ему уже не спастись. Не глядя на Лизу, Кирилл зашевелился. Он подтянул руки, подтянул ноги и тяжело взгромоздился на четвереньки. Передохнул, голова кружилась. Лиза не двигалась, как манекен, не произнесла ни слова. Кирилл медленно выпрямился во весь рост. Его шатало, и только когда удержал равновесие, он поднял возгорят. Перед ним стояла Лиза. Обычная Лиза, девушка, человек. Стояла и молча смотрела на него. — Это ты? — хрипло спросил Кирилл. Лиза кивнула. Кирилл бы упал, но Лиза подхватила его и потащила к выходу. Вокруг вышки все было по-прежнему. Угол сарая, торфяной бурт, вагончик бытовка, развалившаяся груда бревен, огромная дощатая катушка из-под кабеля, белое небо. Лиза усадила Кирилла на катушку и присела рядом. Это в фильме «Американский оборотень в Париже». Герой влюбился в девушку, которая оказалась оборотнем, — подумал Кирилл. Классное кино. Девушку звали Серафин, но деревня Калитина не Париж. Лиза не оборотень, а он не охотник за псоглавцами, а дурак, который грабанулся с наблюдательной вышки. «Машина?» «Рядом», — сказала Лиза. «Ты за мной приехала?» «Два часа тебя нет». «Я беспокоился». «Я заигрался». Горько и виноват, — признался Кирилл. «Ты смелый», — совсем тихо сказала Лиза. Кирилл подумал, что она его утешает. Хоть и дурак, но смелый. «Я тут всего боялся, потому и упал». «Ты смелый, но их тут нет». Кирилл сдавил голову руками и посмотрел на Лизу. Лиза тихонько покачивала носком сапога. «А где они?» — хрипло спросил Кирилл. «Их нет». Лиза сидела на краю катушки, подложив под себя ладони, и смотрела в сторону. Лицо ее было неподвижно и безучастно. «Она не скажет», — понял Кирилл. «Раньше молчала, потому что я был ей чужой. А сейчас не скажет, потому что я стал ей не чужим». Но псоглавцы существуют. Он ведь не торчок, которому видятся глюки. Кто-то реально топтался на первом ярусе вышки и реально открыл дверь на второй ярус. А Лиза знает, кто это был. И между ней и псоглавцами есть какие-то отношения, потому что иначе псоглавцы растерзали бы его, когда он валялся на земле без сознания. Все-таки Лиза похожа на девушку Серафин из американского оборотня. «Я их все равно найду», — убежденно пообещал Кирилл. Лиза отрицательно покачала головой. «Не найдешь». «Это от...» Кирилл ждал. Лизе было очень тяжело говорить. «Это...» «От...» «Староверов». «А ты...» Лиза не смогла закончить фразу. Но Кирилла уже нахлобучило озарение. От староверов, конечно, откуда же еще псоглавец образ раскольников. И здесь были скиты, псоглавцы не из зоны, не из совка, а из скитов. Раскольники казались Кириллу чем-то безмерно далеким, дремучим, ушедшим, уехавшим из жизни навсегда, как на картине Сурикова уезжала в санях бояриня Морозова. А тут... А Лиза... Кирилл лихорадочно вспоминал, как она крестилась на кладбище. Лиза крестилась двумя пальцами.